Семь питомцев погибли. Кто отравил животных приюта ласко, выясняет полиция. Приступят к работам. Ремонтировать канализационный коллектор в Рубцовске начнут сегодня. По стандартам эпохи Шварценеггера, какая номинация впервые появилась в рамках чемпионата края по бодибилдингу. Это программа Наши новости. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сотрудники полиции Барнаула выясняют, кто отравил собак приюта для животных ласко. 9 марта неизвестные подбросили еду с ядом, от которой погибли семь питомцев. Еще три собаки пропали. Как нам рассказали в приюте, за забором найдены следы и куски ливерной колбасы, раскрошенными таблетками. Работники ласки просят неравнодушных помочь с усилением охраны территории. Добавим, что всего за 16 лет работы организация спасла и пролечила почти 3 тысячи собак и около тысячи кошек. Материалы ЧП в ласке смотрите в вечернем выпуске. Сегодня специалисты Рубцовского водоканала приступят к ремонту главного канализационного коллектора. Напомним, на прошлой неделе в городе ввели режим ЧАЭС в связи с повреждением коммунальной сети на Ленинском проспекте. Из-за аварии подтопленными оказались 115 жилых домов и ряд социальных учреждений. На проспекте сегодня частично ограничено движение личного транспорта, ведется подготовка к земляным работам. Уже во второй половине дня начнется замена изношенной трубы на новую полиэтиленовую. Ее специально изготовили в кратчайшие сроки и сегодня доставят из Барнаула. Добавим, что восстановительные работы обойдутся Рубцовску в 5 миллионов рублей. Продолжим. Сказали зиме, до свидания. Выходные в крае торжественно и весело проводили зиму. Большой праздник уже в 12-й раз прошел в селе Новотырышкино Смоленского района. В этом году Сибирская Масленица приняла рекордное количество гостей – больше 37 тысяч. Здесь же в Новотырышкино поставили новый официальный рекорд России. В праздничном хороводе кружились 1134 человека. Гости приняли участие и в других традиционных масленичных забавах. Кидали на меткость валенки, катались на санках, залезали на столб с подарками и угощались блинами. Эксперты по событийному туризму, прибывшие на фестиваль, единодушно признали алтайскую масленицу одной из лучших в стране. На ипподроме идут скачки, идут заезды, соревнуются тройки, потом другие виды заездов и при этом полный стадион. Но при этом все другие площадки фестиваля, вот за моей спиной, они переполнены, потому что каждый нашел себе что-то поинтересу. Завершился праздник традиционным сожжением чучел. Подробнее о том, как в регионе провожали зиму, смотрите в вечернем выпуске. А уже сегодня у православных начался Великий пост. Продлится он 7 недель и завершится накануне Пасхи, 27 апреля. В храмах будут проводить специальные службы. Кстати, первые и заключительные дни поста самые строгие. Церковь советует практически полностью ограничить себя в пище, а в остальное время соблюдать в еде умеренность. Рекомендуют исключить мясо, яйца, молочные продукты, предпочтение отдавать пище растительной. Отказ от еды, к слову, не самое главное при соблюдении поста. Прежде всего верующим рекомендуют отказаться от плотских удовольствий и посещать храмы. А тем временем удовольствие и удовлетворение от своего участия в зимней универсиаде получила алтайская лыжница Яна Кирпиченко. В составе женской сборной она взяла золото в эстафете. Российские лыжницы стали первыми, опередив команды Японии и Италии. Отметим, это уже третья награда нашей землячки на универсиаде. Ранее она выигрывала здесь две бронзовые медали в гонке классическим стилем и гонке преследования. Сегодня у спортсменки заключительный забег масс-старт на 15 километров, а уже завтра состоится церемония закрытия всемирной зимней универсиады. В этом виде спорта все решают не секунды, а правильные пропорции тела, мышцы и отсутствие жира. В Барнауле прошел чемпионат края по бодибилдингу и фитнесу. В этом году в традиционную программу были включены несколько новых номинаций, например, «Классик физик», в которой спортсмены выступали по стандартам золотой эпохи бодибилдинга, когда блистал сам Шварценеггер. Кстати, номинация «Классик физик» на региональном чемпионате появилась впервые в России. И первым победителем в ней стал житель края, бичанин Артем Андреев. Как отметили представители федерации бодибилдинга, в нашем регионе немало титулованных спортсменов. Мы из 64 регионов на последнем чемпионате России заняли пятое командное место. Поэтому у нас есть чемпионы Европы, у нас есть призеры чемпионатов мира. В открытом первенстве края приняли участие спортсмены из Томской, Кемеровской, Новосибирской и Московской областей. Представители Алтайского края взяли золото в трех номинациях из десяти. Подробнее о том, как проходили соревнования в нашем вечернем выпуске. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. В крае преимущественно без осадков Бийский и Олейский минус 3, в Белокурихе плюс 1, около ноля Заминогорске, в Барнауле до минус 2. Телефон нашей редакции в Барнауле 722 440. Полная картина в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok